Все вторсырье отправится на переработку. То есть мы не просто соберем мусор и передвинем его в другое место какое-то, а мы его направим в благое русло. Направить в благое русло свою энергию в это воскресенье решили более 50 пермяков и зарегистрировались на городской этап чистых игр, всероссийского, а с недавних пор и международного образовательного экопроекта. Чтобы залив был чистый, а не грязный. И чтобы люди не царапали себе ноги. Пермский этап чистых игр на этот раз прошел на территории Нижнекуринского залива. Инициаторами проведения соревнований именно здесь стали местные жители. У нас здесь недалеко от дачи. И мы здесь практически все лето живем и ходим сюда отдыхать. И очень неприятно, когда приходишь на речку и видишь вокруг горы мусора, которые люди просто оставляют после себя. По словам организаторов, во время соревнований по сбору отходов и вторсырья участники не только помогают очистить захламленную территорию, но и получают ценные знания по сортировке мусора. Надо собрать больше всех мусора, но делать это с умом. То есть сейчас в России принято законодательство, в том числе в Пермском крае, по раздельному сбору. Мы как раз помогаем людям увидеть в обычных отходах полезные ресурсы. На то, чтобы собрать как можно больше мусора, правильно его рассортировать и сдать так называемым скупщикам, участникам чистых игр дается два часа. Наименьшее количество баллов присуждается за смешанный мусор. Далее в рейтинге идет металл, стекло, батарейки. Максимальное количество баллов присуждают за пластик. Пластиковая бутылка. Казалось бы, полезная вещь в быту, но в то же время это одна из главных угроз для мировой экологии. На то, чтобы пластик полностью разложился, необходимо более 500 лет. Но если правильно утилизировать и переработать одну вот такую пластиковую бутылку, можно получить достаточной энергии для того, чтобы 60-ваттная лампочка светила более 6 часов. Общий мусор. Это общий? Да, все общий. Стекло, металлические банки. Вот так вот. 15 сентября, а также ежедневно правильно утилизируя отходы.